Да, дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки понедельным главом на основе бесед, или мы учим беседы Любавического Рэбе. Сегодня глава Вайкель и беседа называется «Беречь голову». Так, Вайкель, да? Вайкель. Моше собрал всю общину сынов Израиля и сказал им, вот что Господь повелел исполнять. Шесть дней пусть делается работа, а в седьмой день будет для вас свят. Седьмой день будет для вас свят. Эта суббота покоя Господу. Раша комментирует, Моше собрал на следующий день после Йом-Кипура, когда спустился с горы Синай. Интересный еще момент, что написано, «И пусть делается работа, а в седьмой день отдыхай, делается работа». То есть не делай работу, а пусть делается. О чем ты говоришь? Так написано, да? Так написано, пусть делается работа, сама делается. Это нам намек на то, что то, что мы работаем в течение недели, мы стараемся, прикладываем силы и все. Да, но мы не должны думать, что это все происходит без участия Всевышнего. Что мы сами это колесо только крутим нашими силами, и все так происходит. Она делается. Она будет делаться в седьмой день. О чем? Всевышний нам поможет, ну, как бы поможет нам, да? Она будет сама делаться. Она завершится. Да, да. Вот идея, да. Что в седьмой день, когда суббота начинается, и мы говорим, вау, суббота, наконец-то, а мы хая, суббота началась. То есть все, что было задумано, что должно было сделаться в течение недели, в течение рабочих дней недели, суббота завершает это. Поэтому, когда начинается шаббат, мы можем полностью расслабиться, сказать, все, слава Богу, все из головы выходит, нет никаких незавершенных дел, все сделано. Кроме того, еще идея такая, что не надо погружаться целиком в нашу работу, которую мы делаем. Нам надо оставлять место в голове о том, что есть Всевышний, что мы служим Всевышнему, там, где мы находимся. Думать о том, что мы можем сделать для других людей, да, уделить время мысли о Торе, слова Торы, почитать, послушать что-то, не погружаться 100% в нашу работу. Она делается, Всевышний участвует, она никуда не идет. Я слышал, я слышал, что голова только enjoy, душа это от Бога, как характер, а сердце это только эгоизм, эгоизм сердца. Это, это, мы можем направить это, да, вот, что, что интересно, что, Таня нас учит, книга Таня нас учит, что голова нам дана для того, чтобы правильно оценить и направить то, что в сердце, да. Помните, в миру есть такое понятие, сердце не прихажешь, да, говорят, а, полюбила, влюбилась, все, не что поделать, сердце, все, на любое с первого взгляда. Это не наш случай, это не наш подход. В нашем, в нашем, по-нашему, и Таня нас учит, и наша вера нас учит, что мы все в состоянии контролировать голова. Появилась идея, появилась эмоция, надо оценить. И направить ее в нужное русло. Можно это чувство радости, любви осмыслить и направить в нужное русло. Тогда будет то, что надо, да, тогда будет, чтобы не расслабиться, не убежать куда-то, не на ту сторону, не свернуть куда-то, не туда, а все делать правильно, правильно направить. Что вы хотите сказать? Хасидская история. Хасидская история, ты сказал. Да, я хотел сказать, что когда Архиноа, то лодку... Погромче говорили, люди просили говорить погромче. Вшаку нет, да. Погромче то, что люди слышали. Когда Архиноа, то лодку и корабль, скажем так, было, по-моему, 120 лет. Но когда на следующий день он приходил строй дальше, он видел, что уже было построено. О чем ты говорил, только ты это не сказал. Вот, мало этого, когда строила себе тоже... Вейдараэ... как это называется? Башня. Да, в Евгалиме. Там тоже на следующий день, когда пришли работать, заканчивать, они видели, что там многое сделано. Значит, это не Бог за ночь. Он как бы помогал что-то ясное сделать. Это было во время храма, да? Да. Это кто-то, кто-то идея о том, что работа делается, делается, сделается сама. Я думаю, знаете, почему нишка такой большой был? Было таких много. Что показать наш холинес в другим нациям? Да, давайте мы продолжим. Так, и значит, мы сказали о том, что работа... Написано, что работа делалась в будние дни, и в субботу... В субботу, это святой день, день покоя. Насчет сердца. Ираши комментирует, что Маше собрал на следующий день после Йом-Кипура, когда спустился с горы Синай. Да? Да. Указание соблюдать шаббат уже было дано в Торе несколько раз. Зачем же столь необходимо было напомнить о нем именно на следующий день после Йом-Кипура, когда Маше спустился с горы Синай? В чем связь между указанием «шесть дней пусть делается работа, а в седьмой день будет для вас свят» и Йом-Кипура? Какая связь? Мы начнем объяснение с комментария на строку Таилин. «Если будешь есть плод труда своих рук, будешь счастлив и будет тебе хорошо». В хасистском учении объясняется, что выражение «плод труда своих рук» – это не метафора. Заработок должен быть именно таким, чтобы трудились только руки. А сердце и разум были погружены в изучение Торы. Подождите, а умственная работа запрещена, там, наукка... Молитва, исполнение заповедей. То есть, весь труд должен делаться только руками, лишь силой физических действий. Вот смотрите, интересный вопрос. Давайте мы посмотрим, что было в местечках. Чем занимались евреи в местечках? Какие были ремесла? Кто они были? Были... Ну, сапожники, наверное. Сапожники, портные. Да, кто еще? Кузнецы. 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 Какие рабочие были? Так очень были квалифицированные такие... Как бы это сказать... Сейчас сервис такой был. Вот скажем, очистить одежду, как следует. Да, да. Обратите внимание, что интересно. Такой интеллектуальный... Такой интеллектуальный... У меня не был сапожник, и он не хотел быть королем. Да. Им бог сказал, ты будешь королем. Да, да. И говорили, помните, есть... Я сейчас не могу вспомнить, о ком это из каких-то святых таких людей было сказано, что когда он бил молоточком по каблукам, то в мире происходили чудеса просто. В мире происходили чудеса. Почему? Потому что они выбирали себе такую работу, наши предки, чтобы в тот момент, когда они работают руками, у них была свободная голова. И кузнец, он бил молотом, и в этот момент читал Тагелин наизусть. Вот он стоял весь день и говорил... То есть он проводил свой день повторение Торы, освящение мира, это потрясающе, потрясающе. Он не занимался... Они не занимались такой интеллектуальной такой работой. Вот ради этого. Извозчики были, да? Может быть, все-таки у нас работа исследовательская. То есть как бог создал галаксию? Можно сказать, это был шталп, да? Шталп, конечно. То есть шталп. Ну, то есть шталп, не такое. Это уже чуть... И потом, наверное, он, как тебе на русском сказать, выпустил, так, и потом, знаешь, что я имею в виду, выпустил, сортам, выпустил. Да, Юра, он создал, конечно, мир создал, он из себя самого, да? Объясняется, что он создал мир, каким образом, что он сам сократился, да, сжался и создал мир. То есть весь мир, да, как сказал наш праотец Аврам, он это понял и увидел, что весь мир – это Всевышний, да? Что нету мира и Бога, а весь мир – это Всевышний. То есть Бог – это мир – это Всевышний. Так вот, давайте дальше. Но все-таки, извините, пожалуйста, мне кажется, этот вопрос возникнет у многих людей относительно умственной работы, ну, работы, которая не связана непосредственно, ну, напрямую с деятельностью руками, которая, тем не менее, приводит к созданию компьютеров, космических кораблей, самолетов, вот, и вот как, что, евреевым учениям заниматься? Давайте, давайте мы посмотрим. Да, вот Альберт высказал быстро, что, может быть, она приравнивается к занятию Тарой, такого рода работы. Насколько я знаю, она не запрещается, даже поощряно. У меня есть подозрение, что как уже было много, много раз, после того, как вы задаете вопрос, мы находим ответ в тексте, мы продолжим, почитаем. И потом, потом судим эту тему еще. Также объясняется и то, что Маше сказал еврейскому народу, собрав их вместе шесть дней, пусть делается работа, что даже в будничные дни говорят человеку, не делай работу, а пусть делается работа, пусть сама делается. То есть сам человек не должен быть озабоченным работой, относиться к ней, как будто она делается сама. Потрясающая идея. Представляете, насколько нам будет веселее, радостнее и проще работать, если мы утром, выходя из дома, идем на работу с этой мыслью и верой, что работа делается. Представьте себе, мы идем на работу, и мы осознаем, что Всевышний с нами, и мы идем на работу, и работа делается. Хотя Всевышний установил, что естественный способ заработать, когда человек трудится и создает что-то своими руками, но необходимо помнить, что на самом деле лишь благословение Творца обогащает человека. А работа – это лишь внешняя форма для получения этого блага. То есть мы идем на работу, мы должны одеться, и одеть свою рабочую одежду, и прийти, и включить там свой станок, или компьютер, и начать что-то делать. И это то, что является сосудом для принятия благословения. То есть если мы это не сделаем, если мы будем лежать в кровати, ничего не произойдет, никакой работы не будет. Теоретики, физики считают, что нужно работать в кровати. Хорошо. Хорошо, но если физик, теоретик, все равно, что он, он же должен думать о физике. Он думает, он думает. Пускай, это его тоже, это его рабочее место. Пускай он лежит в кровати, но в этот момент, если он будет думать о физике, то это все равно, что рабочий, который пришел и включил станок. Он, правильно, если он не будет в этот момент думать о физике, а будет листать рекламные газетки какие-то из магазина, то в этот момент с физикой тоже не продвинется. Правильно? Да. Но, о чем речь? Что тем самым мы, придя на работу и приготовились к работе, мы создаем сосуд для получения благословения. Мы ждем, окей, Всевышний сейчас нам поможет, сейчас наполнится, сейчас пойдет, пойдет работа. Итак, так вот, то есть человек должен, не должен быть с озабоченным работой, относиться к ней, как будто она делается сама. И, хотя Всевышний установил, есть, что естественный способ заработать, когда человек трудится и создает что-то своими руками, но необходимо помнить, что на самом деле благословение Творца обогащает человека, а работа лишь внешняя форма для получения этого блага. Так что человеку не следует слишком уж погружаться в бизнес. А уповать на Всевышнего, что он даст человеку все, что ему необходимо. Не надо слишком думать, окей, я сейчас очень продуктивно проработаю, и тогда я заработаю то, что я себе поставил сегодня целью. Или я вот сейчас вот хочу, потому что каждый из нас знает, что независимо от наших усилий, может пойти, а может не пойти, правильно? Ты вот вышел, ты собрался, ты пришел, ты начинаешь, и вдруг тебе раз, позвонили, и тут что-то, компьютер, хоп, не идет. Раз, вилана нет, раз, интернет отключили. И ты думаешь, ты через 15 минут уже готов, тебе по плану все идет, а тут только раз, и тебя отрывают. То же самое, любой бизнесмен знает, я со многими тоже разговаривал, своими друзьями, коллегами, нет, еще лучше знает. Говорит, да, ты можешь стараться, знаешь, у тебя сделка, тебе надо, ты все, ты все подготовил, все, раз, и что-то не то. Раз, какая-то буря, машина не пришла вовремя, доставка нет, сроки не с... и все, и не сработало. И каждый понимает, что ты работаешь, ты должен, но есть очень важный компонент успеха нашей работы, это благословение. Захотел Бог, у тебя все сошлось, ты запланировал 15 минут, если это надо, то ты успеешь за 15 минут, будешь радостный, но понимать надо, что это не только потому, что ты старался и сделал все, а потому что тебе помогли, ты думаешь, о, какой счастливый сегодня день, как у меня все удалось, и каждый чувствует, о, это Всевышний прям вот был со мной все время, и браха, и все, и действительно он устроил так, что все получилось, как я запланировал. Я старался, и получилось у меня, да, то есть вот это как бы все время надлежать в голове, мы стараемся, но мы получаем как бы в подарок, к нашим стараниям. Без старания ты вообще ничего не получишь, да, но ты стараешься, не думай, что то, что ты старался, все твоя чистая заслуга, да. Кстати, слово заслуга, это тоже, оно подходит здесь, заслужил тебе, тебе дарю, но это не результат твоего труда на 100%, да, то есть что-то еще должно быть очень важное, чтобы ты заслужил получить это как подарок, и у тебя все сошлось точно. Это также объясняется, почему Раши, говоря о труде, употребляет именно слово ИГИЯ, труд, имеется ввиду тяжелый физический труд, труд твоих рук. Когда человек выполняет какую-то работу по принуждению, она кажется ему тяжелой, даже если на самом деле она довольно легкая. Поэтому, поскольку еврей сам по себе хочет заниматься лишь торой и заповедями, и именно в них он погружен с головой. А все, что касается заработка, это лишь вынужденная необходимость, как будто его заставляют это делать, это называется ИГИЯ. Да, то есть такой подход, что в принципе мы должны понимать, осознавать, что мы в этом мире и наши души в этом мире, чтобы идти по закону Всевышнего, учить тору, выполнять заповеди. А все остальное, то, что связано с заработком, с пропитанием, это вынужденно... То есть, как бы мы должны понимать, что мы отбираем то время, которое мы могли бы посвятить вот этим святым делам у себя, и занимаемся вот этими как бы посторонними вещами, которые, конечно, необходимы для нормальной жизни, но правильный подход, по сути, осознавать, что да, мы забираем это время, вот это святой работы, учебы торы у себя, и занимаемся тем, что необходимо. А поэтому, как бы, в лучшем случае мы с радостью используем каждую свободную минуту для того, чтобы учить тору, исполнить заповедь. Понимаешь, что сейчас, о, сейчас я делаю то, что самое лучшее для меня. Да? Так вот, это и есть объяснение строки «6 дней пусть делается работа», а в седьмой день будет для вас свят. В седьмой день будет для вас свят. Шаббат – это настолько особый, возвышенный день, что в шаббат можно подняться на самые высокие духовные уровни и наслаждаться близостью Всевышнего. Но если в 6 будничных дней человек полностью погрушен в материальность, он не сможет в шаббат сразу переключиться на духовное. Как говорится в известной пословице наших мудрецов, кто не трудился в кануне шаббата, что будет есть в шаббат? Всевышний, Всевышний поможет. Я так думаю, что многие так считают. Есть же такие люди, которые совсем считают, что не надо трудиться, а просто сидят, думают вторую и считают, что вот все у них получится каким-то образом. Хорошо. Есть такая мысль, я не думаю, что я с ней согласен. Хорошо. Но я слышу такое. Вполне с вами таких авторитетных, видимо, людей. Все правильно. То есть вот этот баланс, это, кстати говоря, очень важно. И то, и другое. Почему это так важно? Потому что, помните такое понятие «жонглирование»? Да. И вот мудрецы, влагбаомер, жонглируют. Или есть, которые жонглируют шарами, есть, которые рассказываются. Да, и великие праведники жонглировали факелами с огнем. Конечно. Что значит вот это понятие «жонглирование»? Что наша жизнь, она, еврейский путь – это жонглирование. Есть такие два понятия «радцо» и «шув». «Радцо» – это желание возвыситься к святости. То есть наша душа, она стремится близости к Богу, стремится к святости, стремится заниматься святыми. И для нас это высшее наслаждение, на самом деле, для души. То, что мы делаем, он изучает Тору – это высшее наслаждение. Но это должно быть, и задумано так, Всевышним. Это основа хасидского учения, основная мысль, что мы набираемся святости, мы улучшаемся, мы возвышаемся, приближаемся к Всевышнему только ради того, чтобы спустить святость в этот мир, шув, спустить это вниз, и осветить этот мир, и делать его священным. То есть наша задача – быть все время в движении, жонглировать. Нехорошо погружаться на 100% в мирские дела, в нашу работу весь день, тогда в субботу мы не можем подключиться, мы не можем прийти на эту волну. Да, трудно. То есть наш день желательно должен быть наполнен смесью вот этой святостей, мыслей о Боге, какие-то короткие уроки или что. Знаете, я слышал однажды от Раф Байтмана в его уроке, что он говорит, что надо день, как бы все дела дня повесить на веревочку, и ты утром встаешь, и ты забиваешь гвозь в стену. Это твои утренние молитвы, шахари, утреннее благословение, утреннее чтение Торы, какой-то урок утренний, да? Ты набрался святости, и ты привязываешь веревочку, а вечером у тебя опять морив, и ты на ночь читаешь там молитву перед сном, и ты что-то еще почитаешь, может быть, какой-то урок, ты сбиваешь второй, второй гвоздь, и веревочку эту соединил, и все твои события дня, все твои дела дня ты вешаешь на эту веревочку, и они у тебя с благословением проходят, они висят у тебя на этой веревочке, они у тебя связаны этими гвоздиками со Всевышним, и тогда мы не теряем ориентацию, и мы делаем то, что надо, да? И вот эта вот работа, утром набрался святости, послушал урок, помолился хорошо, и в этом, с этим чувством ты идешь на работу, делаешь свои дела, на работе все равно ты не забываешь, кто ты, что ты, общаешься с людьми, два слова, знаете, как евреи в месечках, да? Вот они встретились, привет, привет, Хаим, как дела? А, ты слышал сегодня, в недельной главе написано про шабан, о, хорошего дня, и все, вот они два встретились, два слова обменялись, и у них уже какая-то искра святости, и этот понес дальше, а тот с другим встретился и сказал, как дела? А, как шаббат был? Как вы? Да, следующий, а, скоро пурим, вот, и в этом уже обогащение нашей жизни, да? Так вот, эта идея получает особую актуальность на исходе Йом-Кипура. В Йом-Кипур Всевышний простил народу Израиля грех золотого тельца и сказал Моше, я простил по твоей просьбе, а именно тогда Моше, да, и сказал Моше, я простил по твоей просьбе, и именно тогда Моше говорит евреям, что нельзя погружаться с головой в материальные дела. Это и есть настоящее исправление греха идолопоклонства. Ведь вся суть идолопоклонства в том, что принимают в расчет еще какую-то силу, кроме Творца. Ууу, какая связь, да, не просто там отвлечение и что-то там не доделал, да, а связь с идолопоклонством каких-то ненужных дел, да, что как будто бы кроме Всевышнего кто-то дает силу, какое-то ощущение, да. Человек, у которого голова, у которого голова беспрестанно занята вопросами заработка, и он считает, что именно это ему поможет, делает по сути то же самое, он принимает в расчет еще одну силу, кроме благословения Всевышнего. Более того, он еще и фактически поклоняется этой самой другой силе. Ведь суть идолопоклонства в том, что человек склоняет голову и подчиняет себя идолу. А здесь он с головой погружается в дела этого мира. На этом заканчивается сиха, вот в этой замечательной книге мы читали. И видите, какая еще более важная идея, да, не просто занятие мирскими делами отвлекает, а более того, что эти занятия мирскими делами, если мы погружаемся в это, не дай бог, полностью с головой, и думаем, что то, что мы вкладываем в наши усилия, еще нам дадут какую-то энергию, какой-то особый результат, без того, чтобы понимать, что это всего лишь сосуд для получения благословения, и браха, она так нужна, и слава богу, что мы думаем об этом, и что люди все успешные, которые добиваются хороших результатов и целей в своей жизни, и благополучны, что они не забывают об этом, и поэтому, по всей видимости, у них так все получается. Да, правда, хочется сказать, лыхайм, лыхайм, да и бог, чтобы мы так жили, об этом помнили, и успевали осветить себя, и осветить свою работу, и свои дела, святости Торы, исполнение заповедей, и передавали это другим людям, и тем самым освещали этот мир, что в конечном итоге приготавливает его, как уютное, уютное жилище для Всевышнего, а это признак прихода Машейха. Дай бог, чтобы сейчас.